всем добрый день меня зовут елена ронина я рада приветствовать вас у меня на канале который называется давайте говорить друг другу комплименты сегодня я вам хочу показать и рассказать о показать небольшое видео и рассказать о своей поездке в казань причем это была конкретная театральная поездка в казань кто эти люди которые ездят в театр в другой город но вот это например я и особенно сейчас когда наконец все открылось более-менее и я сделала прививку мы с мужем сделали прививку вообще вся моя семья сделала прививку и мы поняли что мы можем опять ходить в театр и не просто ходить в театр а ездить в театр стоит ли это того какие у меня впечатления об этом остались ну вот собственно говоря об этом и поговорим приглашаю вас в зрительный зал татарского театра опера и балета имени мусы джалили мы прилетели на 34 международный фестиваль классического балета имени рудольфа нориева и конкретно на спектакль золотая орда на самом деле выбор был и мы сначала даже думали что может быть посмотреть например корсара или дон кихота а может быть даже прилететь на гала концерт но наши друзья которые живут в казани посоветовали нам только золотая орда потому что такого вы нигде не увидите и это действительно так итак золотая орда это национальный балет который вот создали местные музыканты и драматурги известнейшие совершенно это музыка резиды ахияровой и либретто рената хариса давайте немножечко послушаем подготовку оркестра но мне нравится и мне кажется это настраивает хореография георгия кофтона и балет в двух действиях и мне вы знаете я удобно сидела мне удалось чуть-чуть поснимать поэтому я вам покажу и театр и небольшие отрывки из балета балет конечно фантастический ну сейчас сами все увидите а 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Конец первого действия. Антракт. Идём гулять в фойе. Ну, я надеюсь, удалось передать атмосферу спектакля. Конечно, это что-то невероятное. И вот, вы знаете, я даже прочитала такую заметку, мне она очень понравилась. По поводу этого спектакля, что его назвали... Что это настоящее Gesamtkunstwerk. Это оригинальное произведение, созданное композитором, либретистом, художниками, балетмейстером, танцовщиками и хористами. То есть это масштабный такой проект, который одновременно создавалось. То есть вот эти люди собрались и решили, что они сделают этот спектакль. И делали всё одновременно. Но спектакль, конечно, очень дорогой. 10 миллионов рублей и 3 года работы. Какая-то красота! А тебе понравился спектакль? Нравился тебе спектакль? Очень красивый, правда? Не могла себе отказать в удовольствии и не поговорить с этой маленькой татарской красавицей. Но вот спектакль. Спектакль, конечно, это точно шедевр. Хореография Ковтуна, она настолько яркая, настолько эмоциональная. И здесь и татарские мотивы, и национальные танцы, музыка, и хор на сцене вы видели. И всё это, ну, такое необыкновенное, такое проникновение и в тебя, и в твою душу. Ничего подобного я никогда не видела. Костюмы какие! Сколько национальных, красивых, разнообразных танцев. Ну, а вот фойе, и первый раз я тоже такое вижу, когда фойе играет небольшой ансамбль оркестра. Мы сейчас услышим лейтмотив спектакля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Согласитесь, красиво до сих пор в душе моей играет эта музыка. То есть, вот вроде как антракт. Мы в фойе, мы пьём шампанское. Но, тем не менее, нас, в общем, не уводят от спектакля. Нам ещё раз показывают, что да, мы здесь, и мы в этой музыке остаёмся, мы из неё не выходим. Ну, просто хотелось, конечно, показать вам и фойе, и красивых зрителей, которые пришли специально на спектакль с прическами, в красивых платьях, на высоких каблуках. Видите, интересные залы. Вот мы были уже вот с этой девочкой красивой в зале цвета такой мяты. А здесь, смотрите, такие пудровые оттенки. Выставка костюмов из спектаклей. Ну, а мы давайте вернёмся в фойе и ещё раз послушаем струнную группу. Итак, Чардаш Монти. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Закончился антракт, и мы спешим в зал. Вот, минуя такие красивые интерьеры, тематические, национальные, выверенные. Ну, просто фантастика. Ну, и немножко спектакля. Один из главных героев – это дух Хана Батыя. Вот он сейчас перед вами, он танцует и соло, он танцует и вот с этими ребятами под необыкновенно красивую музыку. И он как будто ведёт спектакль. Именно от него и идёт всё повествование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, этот спектакль исторический, поэтому за всем наблюдает дух Хана Батыя. Но в первую очередь этот спектакль о любви, о коварстве, о предательстве. И с одной стороны, это история Ромео и Джульетта таких татарских, а с другой стороны, что может сделать с людьми зависть, злость? И как может в одночасье быть разрушено целое государство? И вот Хан Баты, он приходит из прошлого и пытается вообще понять, что случилось, где была причина того, что это государство, крупнейшее, было в итоге разрушено. Спектакль очень красивый. Вот мы сейчас видим дворец Тимура и танцы его наложниц, и необыкновенно красивый танец павлинов. Вот мы сейчас как раз видим этих павлинов. Есть даже здесь танец Корана. Но вот поэтому этот спектакль сегодня не гастрольный. Именно потому, что он очень сложный в перевозке. Столько костюмов и декораций просто не увезти. Я много читала сейчас об этом спектакле. И пишут, что его надо немножко подсушить, потому что, конечно, этот балет, он достоин гастролей в самых крупных театрах мира. Ну, а мы получили, конечно же, наслаждение. Вот наблюдая за такой красотой и с таким размахом сделанной, с одной стороны, а с другой, с большим очень вкусом и с большим очень стилем. Ну, вот судите сами. И, конечно, я вам от души желаю тоже посетить этот спектакль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты, нескончаемые аплодисменты. И вот вы только что видели, что в зале присутствовали в этот день и автор либретто, и композитор, и все они вышли на сцену. И мы могли еще аплодировать и создателям спектакля, авторам спектакля. Конечно, невероятное наслаждение. Замечательный спектакль, потрясающая хореография, музыка. И, ну, много, наверное, сегодня скажут, что где-то правда, где-то неправда. Да разве же в этом дело? Дело, как мне кажется, в том, что к истории обратились авторы. И мы не забудем не то время теперь. Это теперь останется на сцене. Поэтому вот если у вас есть малейшая возможность, поезжайте в Казан. Вот мы с вами побывали в замечательном совершенно театре, Казанском театре оперы и балета. И мы были на 34-м фестивале, Нуриевском фестивале, балетный фестиваль. В Казани таких фестивалей проходят два имени Шаляпина. Это оперный фестиваль и фестиваль балета, который носит название Нуриева. Вот потому что Нуриев как-то был на таком фестивале. И после этого фестивалю он разрешил. Это было при нем. Присвоили это имя почетное. И нас вообще спрашивали, наши друзья нас спрашивали, вот вы хотите прилететь на этот фестиваль, какой балет? И там была, знаете, большая такая возможность. Можно было посмотреть и Спартака, можно было посмотреть и Дон Кихота, и Боядерку, Спящие красавицы. Что такое фестиваль? Фестиваль, когда приезжают разные артисты и везут разные спектакли из разных городов. Там были солисты из Большого театра, из Петербурга, из Владивостока Приморский театр был. В общем, много всевозможных вообще вот таких вот было театров, лучших театров страны. Более того, интересно, что артисты танцевали из разных городов в одном спектакле. Тоже вообще, мне кажется, это так сложно, когда ты пара, как ты можешь вообще соединиться с кем-то другим. Но тоже опыт и интересно. И вот даже не мы выбирали, а вот наши друзья нам посоветовали Золотую Орду. Я в абсолютном восторге от этого спектакля, потому что этот спектакль, он не выездной и он не гастрольный, поскольку он такой, во-первых, сложный, и там столько декораций и столько костюмов, это невозможно куда-то вывести, как об этом спектакле пишут, что мы немножечко его подсушим, тогда, может быть, можно его будет куда-то вывозить. Необыкновенный совершенно спектакль, просто фантастически красивый. Музыка, декорации, сценография, хореография. Но вот когда сошлось все. И когда... Это здорово, когда есть корни. Это здорово, когда народ ценит свое искусство, свои традиции, свои национальные традиции. И вот этот спектакль, он полон и такой, знаете, аутентичной музыки, и точно таких же движений. И вся хореография, она все равно поставлена на народном татарском танце. И многоголосие на сцене хор, несмотря на то, что это балет. А мы знаем, что, ну, это же голоса фантастически красивые, которые нам дарит Татарстан. В общем, спектакль просто чудесный. Вот я ехала на такси в аэропорт, знаете, просто пела про себя, что вот так у нас все случилось, что это возможно, и я это люблю, и я вот себе это позволила. В общем, я вам от души рекомендую такие поездки делать. Это, знаете, дает такой простор для мысли, для счастья, для энергии, для того, чтобы жить дальше, жить красиво и жить, знаете, с положительным зарядом. Поэтому вот сегодня мой рассказ и мои комплименты Казанскому театру оперы и балета. С вами была я, ваша Елена Ронина. Всегда вам рада. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И чао-чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!